Друзья, я всех приветствую. В общем, не выдержал я. Решил сделать несколько пробных запусков моего турбореактивного двигателя. В общем, захотелось вам показать это видео. Видео таких первых неловких пусков, скажем так. Чтобы вы увидели весь процесс. В общем, кому интересна эта тема, поддержите, пожалуйста, лайком. Если вы хотите видеть сразу готовые вещи, то есть чтобы не видели какую-то машинную возню, сразу все рабочее, все готовое. В общем, все как всегда в ютубе. Тогда, пожалуйста, поставьте дизлайк этому видео. Я буду знать, что вам такой формат не интересен. Я думаю, что-то мне подсказывает, что люди хотят видеть полностью весь процесс настройки, наладки, испытаний всевозможных. Тем более, что видео это очень интересное. Я некоторые вещи пересматривал несколько раз. Итак, приступаем к стартовым запускам. Первые запуски были на обычных подшипниках. Внутри было масло, подшипники были закрыты. И раскручивал я их компрессором. Правда, первые пару запусков не было у меня газа. То есть были пустые баллоны, поэтому особо запусков не состоялось. Но решил показать все. Так что смотрите. Остальные будут уже с полными баллонами и с различными средствами электрической раскрутки. Также буду пытаться стартануть двигатель в этом видео на керосине. Керосин с добавкой обычного синтетического кастроловского масла. Но не смог я пока найти шелавиа 500. Хотя я ребятам позвонил, но что-то они мне не отвечают. Наше представительство в Ростове-на-Дону шелавское. Так что такие дела, приступаем. Первые неловкие пуски. Ну а потом в конце все это дело проанализируем. Почему так происходит и почему так оно работает. Вот так говорит представляете. Зацепить актер с кероском. Конечно же, честно. Не вскать размузи. Партончик онmother. Аварты-кл Present. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Еле смог открутить вот эти винтики. Я их уже отложил на выбрасывание. Немного они там застопорились. Хотя я и пользовался медной смазкой, которой можно смазать резьбу. Специально сделанная вещь, чтобы не откручивалась. Как только слезал пару головок шестигранников, я слегка их слезал, дальше не стал усугублять. Потому что, чтобы иметь хоть какую-то возможность, далее их выкрутить. Очень сильно я испугался, что не смогу все выкрутить. Сделал специнструмент. Точно подогнанный шестигранник. И воспользовался, друзья, вот этой штукой от ВМП-авто. Сразу вспомнил, что она у меня есть. В общем, эта вещь помогает откручивать. Она какая-то как масло с песком. В общем, помогает сцеплению инструмента со шлицами. Либо, как в моем случае, с внутренним шестигранником. Для верности намазал этой вещью и открутил все винтики. Сделал небольшие усовершенствования камеры сгорания. Здесь оказалось у меня отверстие на 0,5 миллиметра меньше, чем надо. Во-первых, они должны быть вот так вот утоплены. Еще я доглядел, что они должны быть большего диаметра. То есть я когда расчеты делал, я это не учел и сделал их 6 миллиметровыми. А они сверлятся на 6 миллиметров, а потом расширяются вот так вот, делаются углубления. Ну и в общем, они становятся немножко большего диаметра. Да плюс, еще расширил вот эти боковые завихрители. Ну и внутри тоже смог долезть. Смог все это дело расширить внутри и вот этот ряд внутрь утопленный. В общем, сейчас по моему расчету отверстия суммарные камеры сгорания. Вот они 2025 миллиметров квадратных. А вот входное отверстие крыльчатки компрессора. Вот это вот дупло имеет площадь 1962 миллиметра, то есть немножко больше. В оригинале, в оригинальном двигателе KJ66 аналогичная ситуация. Здесь 1700 и 1661 на 39 квадратных миллиметров меньше входное отверстие. У меня получилось после доработок на 63 миллиметра меньше. А изначально вот эта цифра на 200 миллиметров была меньше. То есть после всех вот этих доработок, расширений, получилось на 200 миллиметров квадратных, то есть грубо говоря, на 2 квадратных сантиметра увеличить пропускную способность камеры сгорания. Также еще за счет вот этих вот аэродинамических элементов должно легче туда проникать в эти отверстия. И собственно нужно теперь собрать, посмотреть как будет. Я, ребята, запускал на обычных подшипниках. Ничего не переделывал, просто хотелось пускать, не пускать туда никакое масло. В принципе подшипник выдержал вот этот, но немножко тут цвета побежалости на нем появились и подвытекло масло, потому что оно разжижилось. Все-таки вы видели до какой температуры раскалялось сопло. Это просто жесть. Вот, но сама камера сгорания, жаровая труба, все здесь нормально, сильного раскаления я не заметил. Вот здесь немножко желтая, но здесь белая абсолютно. Разбирал вот здесь у меня на сварке, на точках прихвачено. Разбирал, сошлифовывал точки. Сейчас все собрал обратно, заварил. Зачем? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Еще одна попытка... Продолжение следует... 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 Итак, друзья, уже в крайний раз разобрал я частично двигатель. Опять было очень трудно открутить вот эти винтики. Вытащил подшипник. Подшипник, как вы видите, немного поменял цвет. Вот... Видно, что вот здесь даже цвета побежалости. Хотя я не уверен, может быть это просто черный нагар. В конечных запусках я уже подавал в тоннель смесь топлива с маслом. Вот такую на основе керосина. Но все равно как-то оно не спасает. Турбина опять же белая, чистая, красивая. Обугленная, скажем так, вот здесь. Может быть стоит подшипник переместить немножко дальше, вот сюда. Но вы знаете, какая здесь проблема? Здесь вал на вот этих турбинах вал на 0,05. Он меньше диаметра подшипника. То есть это я себя подписываю на гарантированное биение. Здесь я проточил, потому что здесь была бабушка такая. Я ее проточил и на нее подшипник становится хорошо. Есть у меня еще один вариант. Поставить где-нибудь форсунку, чтобы она как раз в это место прыскала и охлаждала это место топливом. Хотя, видя, как оно раскаляется, я думаю, все это дело не поможет. Тут дело гораздо глубже. Скорее всего движок начинает зависать. Как мне объясняли, так называемое зависание происходит. И двигатель начинает просто дико нагреваться. Как вы видели, крыльчатка иногда прямо до красна разогревается. Ну и сами вы видели, какие примитивные средства запуска у меня. То есть через тройник вот так вот. Я подавал на систему смазки и топлива. Ну и отдельно газ для разогрева испарительных трубок. Внутри немножечко поджарилось все это дело. Но это из-за того, что я под конец охлаждал керосином подшипник. Ну чтобы оно не перегрелось. Потому что это уже рабочий подшипник. Но что-то, друзья, мне подсказывает, что он у меня не получился. Потому что шарики вот тут кое-где просто болтаются. Видите, они не соприкасаются. Возможно, шарики эти с разных партий, когда делают подшипники, там их сортируют. Возможно, и мне нужно было сортировать эти шарики. Но я этого не делал. И во-вторых, подшипники не дешевые. То есть покупаю фирменные подшипники SKF беззазорные. Может быть, нужно было зазорные брать. Я вот, честно говоря, не знаю даже за что хвататься. Во-первых, нужно подшипник научиться охлаждать. Это первое. Во-вторых, что-то мне подсказывает. Да я и сразу понял, что мой направляющий аппарат не будет работать. Понял уже после того, как практически его сделал. Вот эти вот лопатки направляющие. Турбина вставляется вот так. Вот так вот она вставляется. И можно заметить, что они выходят, сам срез выхода под вот эту часть. То есть направляющий аппарат будет воздействовать на вот эту часть турбины. А даже вот разгоняя струей от компрессора, видно, что нужно точно воздействовать вот сюда примерно. И под 90 градусов. То есть это радиальная турбина. Поэтому воздействие такое у нее специфическое, скажем так. Поэтому что можно сделать? Можно заново изготовить вот эту часть. Все это у меня разборная. Я вот здесь тремя точками прихватываю ее на сварку. Благо это все легко делается. Можно немного... Вот видите, я уже тут отпиливал эти точки и разбирал. По-прежнему жаровая труба не перегревается. Здесь она вообще белая. Здесь вот есть у нее такие небольшие цвета побежалости. Это я как вижу не особо критично. Здесь нагар тоже из-за того, что попало масло. Ну вот собственно как и здесь все это было разогрето. Все это в принципе оттирается. Когда я буду уже запускать рабочий мотор, я все ототру. Все будет чистенькое. Беленькое заново отполирую возможно. Но направляющий аппарат сопловой нужно переделывать. К сожалению, вот эти лопатки должны заканчиваться вон там. А они на сантиметр выше получаются. И тогда получается выход будет сразу на всю турбину. Сразу на вот эти части турбины. И должно будет раскручиваться. Именно поэтому, я думаю, двигатель не стартует. Ну и плюс подшипники перегреваются. Может быть и весь двигатель из-за этого перегревается. Такие вот, друзья, неловкие первые запуски. И, кстати, хорошо, что я тут пошизил, поэкспериментировал. У меня теперь голова загружена. Я уже примерно хоть знаю, что нужно делать. А так бы я все сбалансировал, отвез бы на балансировку. Все бы сделал. Ну конечно, если бы я стартер сделал, то есть систему раскрутки, было бы конечно удобно его запускать. Но все равно, как видите, не спасло бы. Надо решать проблему перегрева подшипников и переделывать сопловой аппарат. И тогда можно будет уже еще продвинуться, сделать какой-то стенд. Я на самом деле к этому шаги веду. Вот моя канистра с керосином и с маслом уже размешанная. Там внутри, как видите, болтается инжекторный двигатель. Вот он, я прикупил. Решил вам показать, потому что вы ждете. И самому очень интересно столько времени затратить, да не попробовать. В принципе ничего опасного, страшного здесь не было, потому что я сильно не раскручивал. Ну если бы движок у меня пошел, сразу я бы понял, что он пошел. Сразу бы заглушил бы. Да занялся бы усовершенствованием. Водить марафет, делать все красиво. Ну а пока сделал вот так, как сделал, чтобы посмотреть. И как я вам уже говорю, не жалею. В общем на этом все. Всех благодарю за внимание и всем пока! Продолжение следует... ...